мы будем обсуждать дифференциалы высших порядков и вот сейчас мы в основном начнем с изучения смешанных производных смешанных частных производных а потом постепенно будем двигаться к формуле тейлора и к экстремам функции многих переменных так значит дифференциалы высших порядков но в принципе существует несколько эквивалентных определений что такое дифференциал на вот но мы определили в этот раз дифференциал функции многих переменных следующим образом вот пусть f равна f от x где по x поднимается x1 так далее xn это у нас некоторая функция определенная на открытом множестве омега лежащим в н на открытом но открытое удобно что значит вместе с каждой точкой там некоторая окрестность лежит вот так значит пусть нас есть функция которая определена на открытом множестве омега лежащим в р.м. и надо напомнить значит и соответственно функция f называется дифференцируемый дифференцируемый в точке x принадлежащий омега если существуют числа a1 и так далее a n принадлежащий r такие что что f от x плюс h это f от x плюс сумма по и 1 до n а и то h плюс у малая от модуль h при h стремящемся к нулю в р.м. вот ну для отображения мы когда определяли от определяли дифференцируемость вот извините здесь аши это значит когда мы определяем для отображения дифференцируемость помните здесь стояла а умножить на h где а бы была матрица и размера m на n вот и мы это умножали на столбец высоты n но в нашем случае когда мы говорим про функцию принимающую вещественные значения у нас а будет соответственно строкой просто длины n вот и поэтому вот если явно это расписать то получается такая формула ну и вот помните мы обсуждали да с вами что при этом при этом вот эти коэффициенты а и ты они у нас на счет оказывается определены однозначно как и вся матрица а и они являются частными производными функции f по и там переменным а это равно df под x это в точке x вот ну это вот мы вспомнишь такой дифференциал функции многих переменных что такое дифференцируемость функции многих переменных а соответственно вот это отображение которое вектору h из rn ставит есть вот эту конструкцию называется дифференциалом вот определение df от x h равная сумме по и на о да n df под x это вычисленная с точки x умножить на аж и называется дифференциалом функции f в точке x и здесь в первую очередь важна зависимость от аж значит вот дифференциал прежде всего понимать как функция от аж от x тоже есть и здесь есть зависимость но вот главное это зависимость от аж вот и есть еще эквивалентное определение да мы значит заметили что на самом деле для любого аж принадлежащего rn функция функция фи от t равная f от x плюс t h вот такая функция оказывается дифференцируемый при t равном нулю ну чтобы было хорошее утверждение надо написать следующую вещь на счет пусть f пусть f дифференцируема в точке x вот тогда тогда для любого аж из rn функция вот такая вот дифференцируема соответственно в точке t равна нулю и d по dt от вот этой функции f от x плюс t h при t равном нулю равно дифференциалу f то есть вот получается что эквивалентное определение дифференциала можно было бы дать такое дифференциалом функции f в точке сейчас читает какой-то написал неправильную вещь df от x h вот так вот короче говоря эквивалентное определение дифференциала такое получается что дифференциал функции f это просто вот производная по t при t равном нулю от вот этой функции вот ну теперь мы можем по аналогии определить дифференциалы высших порядков значит для этого сначала надо определить такой дифференцируемость определение функция f называется ну давайте мы нам для простоты начнем с дважды дифференцируемой функции а потом по аналогии распространим это на на произвольный n называется дважды дифференцируемый дифференцируемый в точке x принадлежащий омега если она дифференцируема в окрестности этой точки и все ее частные производные дифференцируемы в этой точке для любого и принадлежащего одного до n df по d x и т значит смотрите раз она дифференцируема в окрестности значит в каждой точке из окрестности точки x у нее существуют все частные производные то есть вот эти функции получаются определенные в окрестности точки x и вот здесь мы требуем чтобы они были дифференцируемы в точке x дифференцируемы в точке x вот вот определение дважды дифференцируемой функции значит при этом естественно раз они дифференцируемы то у них тоже существует производные существуют d по d x житая дф по d x и т вот вот такие вот штуки называются значит вот эти производные да ну имеется в точке x да в точке x вот такие вот вторые производные называются частными производными 2 порядка функции f и обозначаются следующим образом d 2f по d x житая д x и т вот значит вот эта запись означает что мы сначала берем производную по x и тому а потом берем по x житому значит сначала берем производную сначала дифференцируем по x и затем по x житой вот так же используется вот такое забавное обозначение значит вот эта штука обозначается так это f x и т x житая значит здесь видите как бы порядок такой другой получается но имеется ввиду что сначала мы дифференцируем по более по переменной которая ближе к f да то есть сначала по x и тому потом по x житому вот вот мы ввели такие вот обозначения стандартные значит иногда здесь вверху еще штрихи пишут ну пока что для простоты мы их не будем писать вот значит аналогично мы обобщаем что такое дифференцируемая n раз функция f называется дифференцируемый n раз в точке x принадлежащий омега значит если она дифференцируема в окрестности этой точки если она дифференцируема в окрестности этой точки вот и ее производная д значит d2 пока что просто df под x df под x это будет n минус один раз дифференцируема в точке x дифференцируема m минус один раз в точке x то есть такое вот определение рекурсивное получается вот ну и аналогичным образом определяются определяются d m единственное что у меня плохо что здесь n и размерность это n поэтому давайте мы вот назовем это буквой m лучше значит функция называется m раз дифференцируемой в точке x если она дифференцируема в окрестности точки и все ее частные производные дифференцируемы ну соответственно m минус один раз вот сейчас получилось хорошо вот ну и вот аналогично тому как мы определили вот эти смешанные производные определяются смешанные производные порядка m df dmf под x и 1 и так далее dx и м вот ну я думаю не будем мы это все подробно расписывать все в целом понятно а вот интересный вопрос такой всегда ли можно переставить вот эти вот дифференцирования вот не всегда значит но тем не менее вот ну уже у всех это было на семинарах да вот я хотел так сказать чтобы чтобы была интрига значит вначале я хотел бы попытаться вас убедить что это всегда так почему это должно быть вообще так ну потому что что такое производная производная это так сказать предел конечных разности там да ну такая как штука называется divided difference то есть там конечное прощение дельта f на дельта x правильно вот производный предел таких штук вот а в дискретном случае значит вот давайте мы поймем как себя ведут вот эти вот конечные прощения значит то есть вот вопрос в дискретном в дискретной постановке верно ли что если я возьму приращение по x от приращения по y функции f то это равно приращению по y от приращения по x вот ну и давайте мы для простоты предположим что мы сидим в точке 0 и вот в ней все это дело считаем значит ну давайте вот мы возьмем значит какую точку x y x x y x вот и так значит надо понять вот что мы понимаем под дельта по y f ну допустим там в какой-то точке x вот ну под этим мы будем понимать значит f от x y минус f от x 0 вот 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 так вот мы понимаем приращение f по y да значит а приращение по x ой извините значит здесь ну имеется ввиду в точке y естественно да значит приращение по x это будет f от x x y минус f от 0 f от 0 y вот да то есть мы видите да здесь мы меняем только первый аргумент а здесь мы меняем только второй аргумент ну и соответственно вот левая часть это такая штука дельта x дельта y f вот вот у нас получается такая штука она нам еще в доказательстве пригодится значит это я что делаю это я сначала беру приращение по y а потом беру от него приращение по x значит получается f от x y минус f от x 0 минус f вот а здесь будет то же самое но при x равном нулю 0 y минус f от 0 0 вот значит то есть что я сделал получается я здесь я сделал так я взял точку я взял значение здесь из него вычел значение из него вычел значение вот здесь и из вот этой разности вычел разное значение здесь и здесь видите да то есть вот из вот этой разности вычел вот эту разность вот значит теперь в другую сторону дельта ну вообще давайте мы это сразу упростим значит что у нас получается если раскрыть скобки f от x, y, минус f от x, 0, минус f от 0, y, плюс f от 0, 0. Вот такая вот штука, если мы раскроем скобки. Значит, а что такое дельта y, дельта x, f? Значит, это то же самое, только наоборот. Значит, я, получается, беру сначала вот превращение по x, то есть я отсюда вычитаю вот это значение, и из вот этой разности вычитаю разные значения здесь и здесь. Значит, получается, это будет f от x, y, минус f от 0, y, минус f от 0, x, да, от x, 0, x, 0, минус f от 0, 0. Вот, ну и все. И, в общем, видно, что если раскрыть скобки, то будет то же самое, что вверху. То есть, казалось бы, они равны. Ну и, в общем, естественно, ожидать, что, если у нас есть функция двух переменных, то ее частные производные, смешанные частные производные, записанные в разном порядке, равны. что d2f по dx dy равно d2f по dy dx. Вот, но это не всегда так. Значит, и мы сейчас построим простой контрпример. Значит, идея такая. Вот, начнем с хорошей функции x умножить на y. Вот, для этой функции, если мы посчитаем эти смешанные частные производные, то чему они равны? Тут как бы прям легко, да? Чему будут равны вот эти смешанные частные производные? Единички, да? Вот, то есть, для этой функции все хорошо. Ну, давайте мы будем ее портить. И, ну, вот мы немножечко модифицируем, добавив здесь умножение на некоторую функцию g от xy. Вот. Важное замечание здесь какое? Что, на самом деле, для существования частных производных необязательно дифференцируемость, да? То есть, чтобы говорить про частные производные второго порядка, мы можем просто... То есть, значит, утверждение такое, что из существования вот такой частной производной не следует, конечно же, дифференцируемость второго порядка. То есть, ну, как... Это точно так же, как в случае обычной дифференцируемости. И существования частных производных, вообще говоря, не следует дифференцируемость. Вот. Поэтому, значит, мы можем говорить про частные производные второго порядка, даже если функция не является дважды дифференцируемой. Ну, давайте мы будем смотреть, значит, что можно сказать про производную по x от этой функции. Значит, про функцию g. Давайте мы будем предполагать, что функция g хорошая во всех точках, кроме нуля. Вот. В нуле мы посмотрим, что с ней можно сделать. А, значит, вне нуля предположим, что у нее все производные есть. Ну, давайте смотреть. Значит, f по x от x, y равно... Значит, давайте мы это будем дифференцировать. Что получается? y g от x, y плюс x, y g по x. Вот. Но, значит, давайте мы будем исследовать вопрос. Значит, такой... Мы функцию g от x, y подберем так, чтобы смешанные частные производные в точке 0, 0 не были равны. Значит, где g такая, что d2, f по dx, dy в точке 0, 0 не равно d2, f по dy, dx в точке 0, 0. Вот. Ну... Знаете, по которой функция x квадрат y? x квадрат y. Нет, x квадрат y, x квадрат умножить на y. Да. Вот. Она не может подойти по причине, которую пока что я не сказал. Но будет такое утверждение, значит, доказанное сейчас, что если функция дважды дифференцируема в точке, то у нее смешанные производные, записанные в разном порядке, равны. Вот. Это хорошая дважды дифференцируема функция, поэтому такой магии с ней не произойдет. То есть, g должна оказаться плохой функцией. Мы сейчас увидим, что она действительно будет достаточно плохой. Вот. Так, значит... Ну, вот. Что такое d2, f? Вот это вот. По... Значит... Ну, мне больше нравится, конечно, писать с нижними индексами. Короче, получается. f, x, y. Я хочу, чтобы было не равно f, y, x. И что такое f, x, y в нуле? Значит, f, x, y в нуле... Это получается просто... Значит, по определению производной. Это d по dt, f от f, y от t, 0, при t, равном нулю. Да? Вот. Это просто определение частной производной. Можно это еще и по-другому написать. Это получается предел при x, стремящемся к нулю. Значит, f по... f по... Сейчас. Я какую-то странную штуку написал. Значит, здесь мы сначала по x дифференцируем, потом по y. Поэтому здесь должно быть... Уж, извините. Так. Вот так вот. Вот так вот должно быть. Ну, то есть, смотрите. Мы, значит, что здесь делаем? Мы ищем частную производную по y от функции. Которая равна частной производной f по x. То есть, мы, значит, вот эту функцию должны вычислить в точке 0, t. И посчитать производную вот этой функции по t при t, равном нулю. Ну, или другими словами, это получается предел при y, стремящемся к нулю. f, x от 0, y, значит, минус f, x от 0, 0, разделить на y. Вот. Ну, здесь, если мы посмотрим на эту функцию, да, то, значит, подставив y, равное нулю, эта штука из нулица, и подставив x, равное нулю, эта штука из нулица. Поэтому это у меня 0. Вот. А эта штука чему будет равна? Это мне нужно сюда подставить x, равное нулю. И вот эта слагаемая уйдет, да? Поэтому получается, что это просто равно пределу при y, стремящемся к нулю. Значит, вот эта тут у меня слагаемая уходит, и остается y, g от x, y, на y. Вот. Все. Получается предел при y, стремящемся к нулю, g, g от, значит, x, x, извините, я забыл, что мы поставили x, равное нулю, да, g от 0, y. g от 0, y. Вот. Ну, в общем, видно, да? То есть, вот я взял вот эту штуку, чтобы посчитать, я просто подставляю сюда x, равное нулю, и у меня получается y на g от 0, y. Вот. Плюс 0 и минус 0. Вот. Все. Здесь все корректно. Вот. Получается такая штуковина. Вот. Аналогичная ситуация будет с... Значит, производные взяты в другом порядке. Значит, теперь вот там была производная по x написано. Теперь мы говорим производная по y. от x, y. Вот. Это у нас что получается? Ну, все то же самое. Значит, получается x, g от x, y. Так, x, y, g от x, y. И плюс x, y, g по y. Да? Значит, мы же по y дифференцируем. g по y от x, y. Вот. Ну, получается, что f по y. Это нам надо будет дифференцировать по x. Это надо будет дифференцировать по x, поэтому я y зануляю. Значит, это от x 0. Получается... Чему будет равно? Это получается... Вот эта штука зануляется. Все. Получается x, g от x 0. Вот. Ну, и теперь это дело я дифференцирую при x, равном 0. Значит, получается f, y, x от 0, 0. Это получается предел при x, стремящемся к 0. f, y от x 0, минус f, y от 0, 0. Вот. Сюда, если я подставлю 0, то у меня получится... Если x подставить равно 0, то здесь будет 0. Поэтому это 0. Делим на x. Ну, и получается предел при x, стремящемся к 0, g от x, y. От x 0. Вот. Поэтому получается, что чтобы наша функция, которая записана на той доске, была контрпримером, нам достаточно подобрать такую функцию g от x, y, у которой пределы по разным направлениям, у которой пределы по разным направлениям, разные. И давайте я сейчас запишу. Достаточно подобрать. g, чтобы пределы по разным направлениям, у меня не будет. Так, что предел при x, стремящемся к 0, g от x, 0, это получается как бы предел в нуле вдоль оси x. должен быть неравен пределу при y, стремящемся к нулю, g от 0, y. А это получается, ну вот, то, что на таветке написано, это получается предел вдоль оси y. Ну, такую функцию мы уже рассматривали. Вот, и, например, можно взять... Да, вот это классика, да. Значит, g от x, y равное x квадрат минус y квадрат на x квадрат плюс y квадрат. Здесь очень важно нам, что во всех точках, кроме нуля, это хорошая дифференцируемая функция, потому что мы везде ее дифференцировали и по x, и по y. Ну, здесь действительно, как бы, вне нуля дифференцирование вопросов не вызывает. Вот. И, значит, про эту функцию что можно сказать? Про эту функцию можно сказать, что предел при x, стремящемся к нулю, g от x 0. Вот, если мы y занулим, то получается единичка, да, а предел при y, стремящемся к нулю, g от 0x, от 0y, значит, g от 0y, это получается минус 1. Ну, вот все. Мы, получается, привели пример. Функции, у которой смешанные, производные, записанные в разном порядке, отличаются. То есть, видите, какое интересное получилось, какое интересное, скажем так, явление получилось, да, что не все, что верно в дискретном случае, верно в непрерывном случае, ну, потому что здесь еще делается предельный переход. Вот, предельный переход, он может многие вещи портить. Вот, g в нуле, да, мы g в нуле, да, определяем нулем, да, значит. Там, раз, у нас не g должны быть, а производные по g, у из-за g, по перемену, а у вас здесь просто. Не, я здесь же, нет, смотрите, вот, ну, вот, посмотрите на эти выкладки, да, здесь же, как мы делали, мы, чтобы посчитать вот эту производную, мы записали вот эту вдоль оси x, да, и у нас вот это вот занулилось, вот в чем, как бы, трюк. То есть, мы когда подставили y равно нулю, а эта штука занулилась. Вот. Но, тем не менее, есть две теоремы, которые на самом деле показывают, что все не так плохо, и на самом деле для вот таких функций, как x умножить на y и вообще всех хороших функций, то есть дифференцируемых функций, такие вот аномалии не возникают. Значит, вот есть две теоремы. Теорема 1 состоит в следующем. Вот пусть существуют существуют d2f по dx dy и d2f dy dx существуют где? В окрестности некоторой точки. В окрестности точки x0, y0. И они должны быть еще непрерывны в этой точке. и они непрерывны в x0, y0. Вот. Тогда в этой точке они равны. Это первая теорема. Да, да. Ну, аналогично и верно для функции m переменных, но я думаю, что особого смысла писать это утверждение для функции m переменных нет, потому что, ну, просто будет много многоточий. Я думаю, понятно, как это обобщить на случай функции m переменных. Ну, или нужно написать? Лучше написать. Можно не доказывать? А, ну да, ладно, хорошо. Значит, для n переменных. Значит, t1 штрих. Значит, пусть, ну, там, f, равное f от x1 и так далее, xn, определена в окрестности x0, принадлежащей rn, и в этой окрестности существуют, значит, d2f по dx it dx j и d2f по dx j dx it, где i и j – это некоторые фиксированные индексы. Значит, то есть другие смешанные частные производные могут не существовать, только для каких-то двух выбранных индексов. Ну, давайте я где-нибудь напишу, да, что вот здесь вот. И j принадлежит на вода n. Вот взяли и зафиксировали какие-то числа. И вот в этой окрестности существуют вот эти смешанные производные второго порядка. Причем они непрерывны с точки x0. Тогда они равны. Тогда d2f по dx и dxg в точке x0 равно d2f по dx j dx и в точке x0. Вот, это вот первая теорема. Вторая теорема, которая, ну, мне немножко больше нравится, вот, она состоит в следующем. Пусть функция дважды дифференцируема в точке x0. Ну, давайте тоже я напишу для n переменных. пусть f равно f от x, ну, тут тоже x1 и так далее, xn дважды дифференцируема в точке x0, принадлежащей rn. Вот, тогда в точке x0 снова выполнено это равенство. d2f. Ну, я просто напишу, что вот выполнено 1. И все. Тогда выполнено 1. Вот, то есть они немножко отличаются, эти две теоремы. Значит, в чем основное отличие? Что здесь другие частные производные могут не существовать и ничего не утверждается про дважды дифференцируемость функции f, тем более, да? Вот, значит, но с другой стороны здесь предполагается, что вот эти производные непрерывные. Вот, а здесь просто предполагается, что функция дважды дифференцируема, но в окрестностях может происходить все, что угодно, и не требуется, чтобы эти частные производные были непрерывными. Вот, то есть это разные теоремы, вот. Ну, вот это вот более лаконичная получается теорема. Вот, и нам сейчас вот эти вот штуки понадобятся. Я вот эту доску, давайте, не буду стирать. И давайте мы докажем эти две теоремы. Значит, Вот, правильно, да, точно. Значит, я пока, когда начал писать, подумал, что хорошо бы написать квантеры, а потом забыл. Значит, тогда для любых и ижи от 1 до n выполнено 1. Для любых и ижи, принадлежащих от 1 до n, выполнено... Дважды дифференцируема. Ну, вот, отлично. Сейчас мы после перерыва дай докажем. Дважды дифференцируема. Ну, по-моему, лучше не стало. Ну, в общем, дважды дифференцируема функция. Да, у нее любые смешанные производные второго порядка в точке x0 равны. Ну, все, давайте перерыв сделаем. Будем доказывать, да. Давайте будем доказывать теорему 1 вначале. Докажем теорему 1. Вот. И идея доказательства будет стоять в том, что мы будем вот эти разности записывать через теорему Лагранжа. Ну, давайте мы вначале какое-нибудь введем в значение. Значит, вот эта штука, это у меня φ от x. φ от x. Вот. А это я назову ψ от y. Ну, от x она как бы тоже зависит. Ну, вот пока что идея такая. Давайте, значит, мы y зафиксируем. Вот. И рассмотрим эту штуку как функцию от x. Вот. Ну, что тогда получается? По теореме Лагранжа Существует, значит, существует некая кси, принадлежащая от 0 до x. Ну, это если x больше 0. Давайте мы не будем там уточнять. Ну, я традиционно люблю в нуле доказывать, да. Мне вот в нуле нравится все теоремы доказывать, потому что, да, как бы одной переменной сразу меньше становится. Ну, давайте, да. Значит, где-то надо написать. Не умешая общности. Можно приведу сюда, чтобы доказывать себя об этом вине и у нуля дойти. Ну, типа, данный пример дойти и сослаться на прошлой семье. Ну, не всегда такое получается, значит. Ну, вот. Но начало координат в 0 всегда можно перенести даже в REN. Это законная операция, поэтому... И x тоже 0. Имеется в виду, значит, здесь x0 это был в REN. Ну, хорошо. Тогда надо написать y0 тоже 0. А мы еще для R2 доказываем. Да. R2. Вот. Вот сейчас уже все вроде не должно вызывать вопросов, да. Значит, не умешая общности, мы доказываем, что в нуле наши смешанные производные второго порядка равны. Вот. Ну, по теорему Лагранжи существует кси, принадлежащее... Теорему Лагранжи из первого семестра? Из первого семестра, да. То есть мы вот берем, y зафиксировали, применили теорему Лагранжи. Значит, существует кси, принадлежащее от 0 до x. Ну, строго говоря, надо написать вот так вот еще, потому что x может быть меньше 0. Вот. Существует такое кси, что φ от x минус φ от 0. Вот. Это же у меня вот эта штука, да, получается... Смотрите, если мы посмотрим на эту вещь, то вот эта вещь у меня равна φ от x минус φ от 0. Да? Вот. Поэтому... Поэтому существует некая кси, такое, что это равно φ от x умножить на x. Вот. Давайте смотреть на φ от x. φ от x. Что это получится? Ну, надо просто продифференцировать вот то определение φ, которое написано. Значит, это... Ну, x и y — это произвольные точки. Ну, то есть в этом доказательстве мы существенно сейчас будем использовать вот это вот равенство, которое вселяло в нас надежду на то, что смешанные производные второго порядка должны быть равны. Вот. Значит, и вот мы... То есть смотреть надо на вот эту конструкцию сейчас. Вот мы смотрим на нее, и мы ее рассматриваем как разность значений функции φ в точке x и в точке 0. Вот. У нас существует кси, принадлежащая... Ну, расположенная между нулем и x. Кси будет зависеть, кстати говоря, от x и от y. Вот. Ну, оно вот между нулем и x расположено. Значит, вот. И из определения функции φ от x... Давайте я вот здесь напишу. Где φ от x? Значит, чтобы у меня все было в одном месте. φ от x это f от x, y минус f от 0, y. f от x, y минус f от 0, y. Ну, это легко продифференцировать. Значит, мы дифференцируем по переменной x. Это получается... Значит, f... Сейчас, секундочку. То ли... То ли... То ли я что-то не то написал, да? Я переписал... Я переписал не с той строчки. Вот. Вот эта штука должна быть. f от x от x, 0. Вот. И это дело я дифференцирую по x. Значит, что у меня получится? Получится f по x от x, y минус f по x от x, 0. Ну, что я теперь могу сделать? Значит, мне же нужно отсюда вторую производную как-то выразить, да? Ну, тут понятно, как выразить вторую производную. Видите, здесь записана разность некоторой функции в точках y и 0. Поэтому снова по тереме Лагранжа существует некоторая точка этта. Тоже, значит, она будет зажата между нулем и y. Нуля до y. Такая, что... Можно сказать, у нас вот просто теорема Лагранжа, вот это то, что f от x минус f от 0, это как бы то, что с прошлого семестра, это для функций многих перемен. Вот мы применяем... Смотрите, мы применяем эту теорему Лагранжа из прошлого семестра к функции одного переменного. Какой функции? Вот к такой, которая y ставит в соответствие вот эту разность при фиксированном кси. fx от кси y минус f от кси 0. То есть вот в этой функции мы все кроме y считаем как бы константами, да? Применяем. Мы там выбирали точку, но у нас тут была одна переменная. Почему мы тут не вектор из точек, ну типа не x, y выбираем? Ну, это функция одного переменного, это функция одного переменного y. Вот, ну да, вот к этой функции мы эту теорему Лагранжа применяем. Значит, пусть... Ну, опять же, смотрите, идея такая. Мы зафиксировали x и y. Вот, и давайте мы рассмотрим, ну точнее, говорят, наверное, так лучше сказать. Мы взяли y, зафиксировали и рассмотрели вот эту конструкцию как функцию от икса. Можем так сделать? Можем. Вот, применили теорему Лагранжа. Это нам дало некоторое кси, расположенное между нулем и иксом. Такое, что эта разность представилась вот в таком виде. Да, кстати, вопрос... Ну, не эта разность, а, извините, fiat x минус fiat нуля, да. fx это частная производная по... Это частная производная по x, да. То есть, там fx это dfpdx. Откуда взялось вот это равенство, или... Откуда именно с частными производными? Ну, возможно, это можно долго еще раз дифференцировать, но там было бы... Ну, еще раз, что такое частная производная? Частная производная функции многих переменных. Получается так, мы рассматриваем эту функцию многих переменных как функцию одного переменного, да, которая... Ну, вот, например, что такое... Сейчас, давайте отступление. dfpdx1. Что это такое? Это вот мы рассматриваем функцию, которая... x1 ставит в соответствие f от x1 и так далее... xn. Правильно? И вот... То есть, мы все остальные переменные считаем параметрами. И эту функцию дифференцируем. И производная этой функции — это частная производная по x1. Нет, а вот откуда берется, заправится, что f'x равно f от x от x, y минус f от x, c0. У нас как бы мы определили, что f от x вот такая функция... Ну, хорошо. Вот смотрим на эту формулу. Дифференцируем. f'x получается d под x. Так, f от x, y минус f от x, c0. Вот. И эта производная понимается в том смысле, что мы y зафиксировали. Да? Ну, значит, это получается df по dx от x, y минус df по dx от x, c0. То есть, ну, просто по определению частной производной. Вот. Так, значит, производная φ по x, c у нас получилась такая. Так, применили вот к этой разности теперь теорему Вагранжа. и, получается, существует некоторое это такое, что эта разность это f, x, y от x, c это. А у нас разность теоремии Вагранжа необходима была дифференцируемость? У нас же φ' от x, она не обязательно дифференцируемая. Значит, φ' не обязательно дифференцируемая. Но в теореме Вагранжа, вот как бы в такой записи, да, нам нужно, чтобы φ была дифференцируемая. Да, мы фи. Но она у нас дифференцируемая, потому что вот эта функция имеет смешанные производные второго порядка. Значит, производные первого порядка у нее точно есть. Правильно? То есть... Сейчас. Ну, то есть, смотрите, вот эта функция должна быть дифференцируема. Она дифференцируема, потому что если мы y зафиксируем, то вот эта функция дифференцируема. А почему эта функция дифференцируема? Просто потому что функция f, значит, должна иметь, вот в этой теореме, да, должна иметь смешанные производные второго порядка, ну, значит, соответствующие частные производные первого порядка у нее точно должны быть. Правильно? Вот. То есть здесь, кстати говоря, ну, даже дифференцируемость функции f, получается, не предполагается. Просто существование, значит, смешанных частных производных. Так. Ну вот. Давайте мы подведем итог. Значит, что у нас получилось? Значит, вот φ' по x мы расписали, как вот это минус вот это, и это получилось fx, y от xi, это на y. Ну все, значит, вот мы получили, давайте вот это все я сотру. φ от x минус φ от нуля. У нас получилась такая формула. Значит, это будет fxy от xi, это умножить на y умножить на x, да. То есть я вот это вот подставил сюда. Вот. С другой стороны, φ от x минус φ от нуля равно вот чему получается? Видите, это φ от x минус φ от нуля, и это у нас равно вот этому, вот этой разности. Это разность, это у нас получается ψ от y, вот, ну. А это у нас ψ от нуля, да. Вот. Ну, называть, на самом деле, здесь как бы некий трюк, да. Вот мы не можем эту конструкцию, строго говоря, назвать в чистом виде функции psi от y, потому что зависимость от x здесь тоже есть. Но имеется в виду, что вот, когда мы будем сейчас дифференцировать, мы это рассматриваем как функцию от y. Вот. То есть взяли мы x, зафиксировали, и что мы получаем? Зафиксируем x. Тогда снова потеряем и лагранжи. Существует, ну, некоторое это с волной, принадлежащее от нуля до y. Такая, что ψ от y минус ψ от нуля, это ψ штрих от это с волной умножить на y. Ну вот. Записали теорему лагранжи для функции ψ. Вот. Чему равно ψ штрих от это с волной? ψ штрих от это с волной. Значит, функцию ψ мы выписали с вами вот здесь вот. Ну, если ее референцировать по y, то получается разность частных производных f по y. Значит, это будет f по y от значит, от x, запятая, это с волной минус f по y от 0, это с волной. Вот. Ну и что получается? Получается, что вот эту разность я снова могу по теореме лагранжи расписать. Значит, по теореме лагранжи существует некоторая точка кси с волной, принадлежащая от нуля до x объединенная x0. Такая, что ψ штрих от это, что вот эта штука, она получается у нас будет равна f y x. Ну, я сразу здесь выписываю производную вот этой функции по переменной x. Здесь получается от кси с волной это с волной умножить на на что? На x. Вот. Все. Значит, получилось у нас вот эта разность у нас представится в таком виде. Следовательно, φ, то есть пси от y минус пси от нуля это получается у нас f y x от кси с волной это с волной. Так, вот такая вот штуковина. Значит, умножается это на x и умножается еще на вот этот y. То есть я вот вот эту штуку выставляю сюда. Умножить на y. О! Вот, все. Мы получили такое равенство. Смотрите, у нас вот эта конструкция получается равна вот этой конструкции. Вот. Теперь на что надо обратить внимание. За счет того, что... Ну, у нас кси с волной и эта с волной равна кси и это. А я не говорю, что они равны. То есть тут как раз специально волны нарисованы, что кси с волной может отличаться от кси, эта с волной может отличаться от это. Вот. Но важный момент какой? Что у нас... Значит, можно так сказать. Поскольку... Ну, давайте так. Про это будем рассуждать. Кси у нас находится между нулем и x. Это находится между нулем и y. Поэтому если x и y стремятся к нулю, то кси и это стремятся к нулю. Поэтому, значит, вот эта штука, это будет смешанная производная по переменам x, y в нуле плюс что-то бесконечно малое. А эта штука будет смешанная производная по y, x в нуле плюс что-то бесконечно малое. Ну, и у нас получится отсюда, если это с этим сравнить, что эти смешанные производные равны. Ну, давайте мы это реализуем как-нибудь. Значит, достаточно взять на самом деле x равное t и y равное t. Теперь возьмем возьмем x равное t y равное t где t стремится к нулю. Вот. Тогда кси и это будут как-то зависеть от t, но важно, что они тоже стремятся к нулю. вот почему. Ну, потому что кси расположены между нулем и иксом и y расположены между нулем и иксом. вот. Следовательно, у нас получается, что f x y от x от t это от t это от t это у нас будет в силу непрерывности f x y от 0 0 плюс о малое от 1 при t стремящемся к нулю. Ну, вот здесь давайте где-то напишу, значит, так как модуль кси меньше ли бравен модуль x и модуль это меньше ли бравен модуль y. Все-таки, чтобы было более строго, мы это написали. Значит, и аналогично у нас получается f y x от x от t здесь уже с волной будет, это с волной от t это получится f y x от 0 0 плюс о малое от 1 да? Вот. И тогда из равенства вот этого вот этому ну, придется мне теорему 2, наверное, стереть. Понятно, в общем. а равно b вот из этого равенства мы получаем что мы получаем получаем f x y от 0 0 на t в квадрате плюс о малое от t в квадрате равно f y x от 0 0 на t квадрат плюс о малое от t квадрат. Ну, все. значит, если привести слагаемое получается f x y от 0 0 минус f y x от 0 0 на t квадрат равно о малое от t квадрат. Ну, а это, естественно, возможно только в том случае, когда вот эта скобка равна нулю. Следовательно, f x y от 0 0 равно f y x от 0 0. Все. Вот теорема доказана. Так. Ну что, попробуем доказать теперь теорему 2, да? Или оставить ее как упражнение? Упражнение. Упражнение. Ну, ладно. Ну, хорошо, ладно. Давайте мы выложим доказательство теоремы 2 в заметках. Вот. А сейчас немного поговорим о преференциалах высших порядков. Так. Значит, ну, упражнение доказать теорему 2. Вот. Там немножко хитрее. Здесь мы, видите, пользовались непривностью, а в теореме 2 нужно будет вот 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 эту вот разность, вот смотрите, эту разность нужно будет расписать через определение дифференцируемости f по x в нуле, да? То есть давайте здесь эту выкладку просто сделаю, ну, а дальше уже вы, при желании, я думаю, легко это докажете. Значит, к доказательству теоремы 2. вот значит, просто надо заметить, что у нас f x от xi y минус f по x от 0 y ну, давайте мы начнем вот с этого. Вот эта штука, это что такое? Значит, это ее значение в нуле плюс f x y в 0 0 умножить на значит, умножить на что? На y, да, вот на y, ну, лучше было бы в другом порядке написать. Давайте я здесь напишу xx, тогда надо умножить на xi плюс f x y от 0 0 умножить на y плюс некоторое у малое, да? Плюс у малое, ну, у малое будет от чего здесь? значит, у малое от xi квадрат плюс y квадрат, ну, естественно, оно будет у малым от корня из там, x квадрат плюс y квадрат от ро. Давайте я напишу ро равно корень из x квадрат плюс y квадрат. Вот. То есть, строго говоря, здесь надо было бы написать не x квадрат, а xi квадрат, но поскольку xi зажата между нулем и x, здесь можно написать и x квадрат. Вот. Так. Это вот раз. Второе. f по x от xi 0. Это то же самое, но вместо y надо 0 написать. Получается, f x от 0 0 плюс f x x от 0 0 на xi плюс 0 плюс о малое от ро. Ну, значит, их разность f x от xi y минус f x от xi 0. Это будет значит, у нас все сократится, кроме вот этого, да? f x y от 0 0 умножить на y плюс о малое от ро. Ну, и, в общем, вы, я думаю, уже видите, что значит, для другого слагаемого у нас такая же штука получится, и получится, в общем-то, рассуждение аналогичное вот этому, которое здесь мы провели. Ну, вот, понятно, как я здесь расписал f по x, да? Просто по преддифференцируемости. Ну, в общем, упражнение довести до конца это доказательство. до конца. Так, все, упражнение мы сформулировали. Теперь, значит, что такое дифференциал высшего порядка? Ну, вот, утверждение будет такое. Пусть функция f, m раздифференцируема в точке x. Пусть f, равная f от x1 и далее xn дифференцируема m раз в точке x0 принадлежащей rn. Тогда любого h, принадлежащего rn существует производная порядка m dm по dtm функции f от x плюс t h при t равном нулю. Вот. Ну, идея такая. Доказательство по индукции. Значит, если мы распишем просто производную по t. Так, значит, я должен написать индукция по m. Значит, давайте посмотрим. d по dt f от x плюс t h. Значит, что это такое? Это у нас получается сумма по i одного до n df по d x и t вычисленная в точке x плюс t h умножить на h и t. Правильно? Вот. Поэтому, значит, получается, что если вот у этой функции существует производная порядка m минус 1 при t равно нулю, то вот у этой функции существует производная порядка m плюс 1, потому что я могу вот ее производную продифференцировать m минус 1 раз. Соответственно, если существует d по dm d по dt df по d x и t от x плюс t h вот. Если вот у этой функции существует производная порядка m минус 1, то существует dm по dt m f от любого i, да. Если вы правильно говорите, да, здесь надо написать так, что если любого i от 1 до m существует от 1 до n, простите, от 1 до n. Если любого i от 1 до n существует производная порядка m минус 1 от вот этой функции, то существует производная порядка m от вот этой функции. Вот. Ну, очевидное утверждение более-менее. И оно нам позволяет дать такое определение. Определение. Если у нас функция дифференцируема m раз в точке x0, то dm f от x h, который определяется как d по dt f от x плюс t h при t равном 0 называется дифференциалом порядка m в точке x. называется дифференциалом порядка m в точке x. Дифференциалом порядка m функция f в точке x. f, c, f в точке x. В точке x0. И вот здесь я тогда тоже должен написать везде x0. Вот. Ну, то есть, видите, что дифференциал порядка m является обобщением дифференциала первого порядка. Вот. Сразу можно сказать следующее замечание. Значит, утверждение. Ну, например, такое. Давайте мы напишем для m равного, ну, для прозвольного m. Значит, дифференциал порядка m функции f в точке x. Ну, давайте в точке x напишем. В точке x, h. Получается, как дифференциал функции g в точке x, h, где g от x, h это дифференциал порядка m минус одного. Порядка m минус один f от x, h. Вот такое утверждение. То есть, в принципе, это эквивалентное определение. На экзамене вы можете его использовать, если вам больше нравится. То есть, дифференциал порядка m это дифференциал от дифференциала предыдущего порядка. Вот. Значит, дифференциал порядка m это дифференциал от вот этой вот, от вот такой вот функции, где g, где g, извините, вот здесь какая-то ерунда написана. g же должна быть функция одного переменного. Вот. g от x, g от x имеется в виду вот такая вот функция. То есть, как понимать эту формулу? Вот мы хотим посчитать дифференциал порядка m функции f в точке x. Значит, что мы делаем? Мы взяли дифференциал порядка m минус 1, зафиксировали h и рассматриваем его как функцию от x. И берем от этой функции дифференциал по переменной x. Вот получается такая вещь. значит, значит, то есть здесь, когда, смотрите, нет, это ни одного переменного, это функция только от x, мы ее рассматриваем как функцию только от x, где x принадлежит rn. x принадлежит rn. Вот. ну это откуда следует? Это тоже следует вот из этой формулы на самом деле. Вот. Сейчас, давайте мы, знаете, как сделаем? Мы напишем еще одну формулу для дифференциала и, возможно, из нее все остальное будет очевидно. И еще одно утверждение. Утверждение. Если f дифференцируемо m раз в точке x, ну, я не буду это писать, значит, дифференциал порядка m функции f в точке x это сумма по i и 1 от 1 до n и так далее, сумма по i m от 1 до n частная производная порядка m функции f по i по i и так далее, и m вычисленная в точке x умножить на h и 1 умножить на и так далее, умножить на h и m. Вот. Ну, давайте мы вот эту формулу докажем. И, в принципе, из нее вот та формула будет довольно очевидна. вот, значит, тоже индукция по m по m вот, ну, собственно говоря, что нам нужно сделать? Вот, фактически мы знаем вот это вот равенство, да? Значит, при m, равном 1, оно, получается, оно и есть, да? При m, равном 1, верно. Вот. Предположим, что у нас пусть, значит, пусть верно для произвольного, пусть верно для m минус 1, да? Пусть d m минус 1 f от x h это получается вот такая сумма по e1 1 до n сумма по e m минус 1 до 1 до n так d m f по d x и 1 и так далее d x и m минус 1 здесь тоже вверху m минус 1, конечно же. Вот. В точке x плюс t h не, их же m штук, то есть i, g это если два раза, а их тут тут m сумм и ну, большая такая конструкция получается. там троеточие, да. И здесь троеточие тоже, да. Так, значит, сейчас. Вот такая штука у меня получается, да? от x, извините, от x на h и 1 и так далее h и m. Вот. Ну, значит, я могу что сделать? так, значит, сейчас. Давайте, чтобы был порядок все-таки. Сколько у нас временем? Ага. Так. Значит, вот, допустим, мы доказали эту формулу, да? Вот. Ну, тогда у нас что получается? Тогда получается, что я воспользуюсь преимуществами доски. Значит, у нас получается d по dt порядка m минус 1 f от x плюс th равно вот этому вычисленному в точке x плюс th умножить на произведение ашек. Вот. Это как бы определение дифференциала, да, получается. Вот. Теперь еще раз это равенство дифференцируем по t. Дифференцируем это равенство по t. Ну, это вот это вот значит, идея какая, что такая форму, да. И, ну, ну, считайте, что все это при t равном нулю, да, записано, потому что значит, дифференциал это вот эта штука при t равном нулю. Ну, получается, что если мы еще раз это все продифференцируем, то что получится? Значит, вот производная вот этого дела d по dt d m минус 1 f по d x i1 и так далее d x i m минус 1 вот. Это сумма по i m от 1 и что и что остается сделать? остается сказать, что вот по той теореме 2, которая оставлена в качестве упражнения, неважно, в каком порядке мы эту штуку записываем, да, и я вот эту штуку могу записать вот в таком порядке. Вот. Значит, вот это получается равно вот этому по теореме 2 и остается добавить вот эти суммы и произведения по h i1 и так далее h i m вот. Ну все. Это мы доказали. Так. Ну и на самом деле если посмотреть на эту формулу, то вот это утверждение тоже будет очевидным. Ну, по крайней мере, если какие-то вопросы есть, то попробуйте доказать это для m равно 2 для начала. Сейчас уже давайте не будем. Ну, упражнение доказать хотя бы для m равно 2. Доказать для m равно 2. Вот. Это не сложно, это попроще даже, чем вот эта штука. Вот. Ну, но можно и прям по этому определению. На самом деле разницы принципиально нету. Вот. Так. Ну все. Значит, тогда сейчас все. До встречи в главной физической. Да? Все. Спасибо. Спасибо.